Дорогие дети, добрый день! Приветствую вас на нашем 14 занятии Ассоциации. То, что очень и очень важно и полезно не только для артистов, не только для актёров театра нашего детского, но в принципе для того, чтобы вообще работали наши мозги активно, продуктивно. Итак, я вам буду называть слова, а вы тут же, не задумываясь, должны быстро назвать три слова, с которыми то слово, которое я вам назову, у вас ассоциируется. Что это значит? Я вам называю слово, а вы тут же говорите, какие слова, на какие слова это слово вас наводит. То есть, какие слова тут же появятся у вас в голове. Вот, например, я говорю слово солнце, и оно у меня ассоциируется лето, пляж, море. Понятно? Или, допустим, там солнце, тёмные очки, защитный там крем от загара и песок. Сейчас я вам буду называть слова, делать паузу, а вы называйте быстро ассоциации, буквально не задумываясь, тут же. Итак, поехали! Вирмишель. Мебель. Мебель. Мозоль. Панцирь. Рояль. Сирень. Сирень. Кофе. Кофе. Тюль. Повидло. Шампунь. Письмо. Посылка. Сани Сладкоежка Плакса Бегемот И последнее слово Котенок Молодцы! Дальше мы с вами поработаем над рифмами Я вам буду называть слова, что такое рифма Как у нас в спектакле, не знай-ка вы, друзья, что такое рифма Рифма – это когда два слова заканчиваются одинаково Кошка – ложка Мальчик – пальчик Человечек – огуречек Любовь – морковь Роза – мимоза И так далее То есть в стихотворениях, которые мы с вами учим Имеет место, присутствует рифма Когда строчка, следующая строчка Либо строчка через строчку Слова заканчиваются одинаково Созвучно и так далее Итак, я вам буду называть Ну, не самые сложные слова А вы постарайтесь сразу Придумать к ним Рифму Ну, может быть, даже несколько слов, если получится придумать Вообще будет замечательно Поехали Внучка Мальчик Молоток Диванчик Ключик Человечек Человечек Рама Горошек Шалаш Слово Мальчонка И последнее слово Снежок Ну, я очень надеюсь, что у вас получилось придумать рифмы К этим порой даже непростым словам Теперь мы с вами поиграем в синонимы Я буду вам называть слова А вам надо будет придумать для них синоним То есть слово другое по значению Другое, извиняюсь, по звучанию Но близкое по значению Например, белый, светлый Белый, светлый Белый, светлый Черный Темный То есть слова звучат по-разному А значения, в принципе, где-то, где-то, где-то близко То есть найти синонимы Близкие по значению слова Итак, поехали Ласка Петрушка Музей Дорога Книга Слово Любовь Учёба Добрый Светлый Молодцы! А теперь мы с вами будем придумывать антонимы То есть это слова, противоположные по значению Например, добрый, злой Белый, чёрный Понятно? Поехали! Первое слово Храбрый Ягоза Плакса Глупый Глупый Весёлый Солнце Ночь Зима Труд Друг Здоровье Радость Молодцы! Немножечко расшевелили мы наши мозги Это было наше 14 занятие в мастерской фонда «Право на любовь» Ставьте лайк, если вам понравилось это занятие Подписывайтесь на мой канал И делитесь ссылочками с вашими друзьями До скорых встреч в эфире Пока-пока! Пока! 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 Субтитры сделал DimaTorzok